В эфире новости Юргу. Итоговый выпуск о том, что происходит в нашем университете и за его пределами, мы расскажем прямо сейчас. В студии Татьяна Истегнеева. Здравствуйте! На базе Юргу собрались специалисты в области клинической лабораторной диагностики, аллергологи, иммунологи, а также врачи других специальностей на Всероссийской конференции. В Юргу продолжается 18-я Всероссийская конференция с международным участием «Иммунологические чтения в Челябинске», которая посвящена 300-летию Российской академии наук, 80-летию Южноуральского государственного университета и 65-летию основателя школы конференции Александру Зурочка. Это крупнейшая всероссийская конференция в области иммунологии. Мы рассматриваем все вопросы, которые касаются диагностики нарушения иммунной системы, профилактики, лечения, иммунной реабилитации и так далее. То есть, все вот эти глубинные вопросы, которые касаются состояния иммунной системы человека в норме и патологии. В преддверии заседаний молодые ученые учились пользоваться цитрофлюорометром на базе лаборатории Юргу. Проточная цитрофлюорометрия выстраивает клетки в цепочку и, подсвечивая их, позволяет диагностировать заболевания и назначать иммунокорригирующее лечение. Вот это фундаментальная специальность. Да, есть прикладные моменты, но самое важное в современной иммунологии мы начали понимать основу тех процессов, которые происходят в организме под воздействием аллергенов, инфектов, разных других факторов. Спектр докладов, представленных на конференции, широк от введения в иммунологию до иммунодиагностики. Один из докладов посвящен новым подходам к реабилитации после различных заболеваний, а именно о проблемах иммунно-реабилитации. Это новое направление не только у нас в стране, но и во всем мире. Мы забываем о том, что иммунная система – это мощный орган, который участвует во всех проблемах, и она иногда и создает эти проблемы. И вот такое понятие, как постковидный синдром, постсептический синдром – это все связано с нарушением функций иммунной системы. И именно как раз реабилитация иммунной системы позволяет нам и заболевания, и смертность избежать. В конференции принимают участие ученые из Челябинска, Екатеринбурга, Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Тюмени, а также из Китая. Основная аудитория лекции – это специалисты в области клинической лабораторной диагностики, аллергологи, иммунологи, а также врачи других специальностей, научные сотрудники, аспиранты, ординаторы и студенты. Они помогают нам, они задают вопросы, на которые мы сразу не можем ответить. И это позволяет нам продолжать развиваться. И когда мы, в общем, вот на этой конференции, мы, собственно говоря, пытаемся донести до молодых вот те последние данные, которые существуют в мире. В течение трех дней молодые ученые прослушают пленарные лекции от ведущих специалистов, которые посвящены современному представлению о проточной цитометрии, иммунодиагностике и иммунотерапии. Пожалуй, мне понравилась больше всего лекция по проточной цитометрии, ибо для меня это новые совсем знания в интересующей меня профессии. Хотя все лекции, безусловно, и все лекции интересны и стоят того, чтобы их послушать. Это, в принципе, очень интересно и это актуальные вопросы в современной иммунологии, которые нужно знать всем студентам, которые непосредственно занимаются этим вопросом. 18-я Всероссийская конференция с международным участием иммунологические чтения в Челябинске продлится до 9 сентября включительно. Также в стенах Южноуральского государственного университета представлены стендовые доклады ученых. В Юргу прошла Международная школа молодых ученых проточной цитометрии в клинической лабораторной диагностике в рамках 18-й Всероссийской конференции. В преддверии 18-й Всероссийской конференции с международным участием иммунологические чтения в городе Челябинске работу вела школа молодых ученых проточной цитометрии в клинической лабораторной диагностике. Школа является практической частью Всероссийской конференции. Здесь мы обучаем будущих специалистов, ученых, врачей, клинической лабораторной диагностики, которые будут производить анализы, оценки иммунного статуса, допустим, диагностировать опухолевые процессы в гематологии, в онкогематологии, то есть гемобластозы, первичные иммунодефицитные состояния и так далее, и так далее, все, что связано с иммунной системой. Занятия для молодых ученых проводили высококлассные специалисты в области цитометрии, которые приехали из других городов, чтобы поделиться опытом. Пригласили сюда. Александр Владимирович Зурочка пригласил меня сюда, на эту школу, потому что я являюсь специалистом по проточной цитометрии. Очень давно работаю в этой области. Мой первый проточный цитометр, который мне купили, когда я стала работать, это был далекий 2005 год. Потом в 2006 году я приехала сюда на школу, первую школу, это была первая школа, сегодня проходит у нас 17-я школа. В 2006 году была первая школа по проточной цитометрии, организованной в городе Челябинске. Я сюда приехала в качестве ученицы, а через два года меня уже пригласили в качестве лектора и преподавателя. На одном из практических занятий молодые иммунологи получили возможность изучить и подсчитать клетки, подсвечивая их лазером. Наблюдая за вызванные флюоресценцией, смогли интерпретировать результат, разбирая клинические примеры пациентов. Я как младший научный сотрудник очень много учусь, для меня было много нового, для коллег более опытных я уверена, что тоже очень много чего они уточнили, узнали, возможно, что это. Так что да, безусловно, очень интересно. Каждый молодой специалист, успешно пройдя три дня обучения, получил сертификат установленного образца. Прошел фестиваль «Успешный ЮРГУ», на котором студенты нашего вуза смогли узнать обо всех возможностях нашего университета. В Южноуральском государственном университете прошел ежегодный фестиваль «Успешный ЮРГУ», на котором первокурсники всех высших школ и институтов смогли познакомиться с возможностями и перспективами внеучебной жизни вуза. Ну, действительно, внеучебная деятельность может дать очень многое, потому что учеба в вузе – это не просто получение высшего образования, но это как раз-таки активное участие внеучебной деятельности, в науке, в спорте, в художественном творчестве и в общественной деятельности. Именно благодаря участию внеучебной деятельности у молодого человека, девушки, формируются такие очень важные навыки, скиллы, как это сейчас модно говорить, которые помогут ему быть успешным в дальнейшей жизни. Фестиваль начался с образовательного блока, на котором вчерашние абитуриенты узнали больше о руководящем составе вуза и познакомились со всеми внеучебными организациями. Затем гостей фестиваля ждали специальные интерактивные площадки. Так о своей деятельности рассказали Российское движение детей и молодежи, волонтерский центр ЮРГУ, экологическая организация КЛЕВЕР, Центр творчества нашего университета и другие. Мне очень понравилось уже. Я уже тут был, сходил немного, мне очень понравилось. Особенно Анеч, геккульт, если по-другому. Потому что мне очень нравятся стациональные игры. Поэтому, думаю, я к ним буду поступать в клуб. Мероприятие подготовлено Советом обучающихся ЮРГУ, участниками студенческих объединений при поддержке управления по внеучебной работе. Цель мероприятия – привлечь первокурсников к внеучебной деятельности и показать, что студенческая жизнь может быть яркой, творческой и интересной. Это такой первый шаг для студентов, чтобы их познакомиться с внеучебной деятельностью. То есть, конкретно для первокурсников, это такое очень большое мероприятие первое. И оно очень важное, потому что именно на нем мы показываем все наши объединения, все наши организации, которые есть в ВУЗе. И вот оно для вот этого, чтобы люди заинтересовались и чтобы организации набрали себе в команды новых людей. Фестиваль поделился на две части – образовательную и развлекательную. Завершающей частью мероприятия стала вечерняя программа – выступления творческих коллективов ЮРГУ и хедлайнеров фестиваля. Также гости фестиваля смогли проверить свои силы в интеллектуальной игре «Мем-квиз» и принять участие в розыгрыше ценных призов. Ректор Южноуральского государственного университета Александр Вагнер исполнил три желания студентов. Подробности смотрите в нашем сюжете. В ЮРГУ существует традиция. 25 января в честь празднования Татьяниного дня студенты могут написать свои желания касательно университета ректору университета. В последующем глава нашего ВУЗа выбирает три пожелания и на протяжении года исполняет их. В этом году ректор исполнил такие желания, как обновленные студенческие билеты, установка электрических плит в общежитиях и новый буфет в лабораторном корпусе. Студенческие билеты нового типа уже получили первокурсники ВУЗа. Мне очень нравится студенческий. Мне нравится, как он выглядит. Он маленький, удобный, его удобную классику роман. Мне нравится, потому что я видела множество студенческих билетов у других ВУЗов и просто надпись «студенческий билет», как по мне, выглядит некрасиво. А здесь с гербом, прям четко видно, где ты учишься. Мне нравится, очень хороший. Большой радостью для студенческого городка послужила закупка нового бытового оборудования – электрические плиты. У нас появились новые плиты, новый ремонт. Все стало очень приятно. И здесь просто хочется находиться и готовить себе пищу, и наслаждаться этим процессом, потому что очень здорово. Правда, я очень рад, что у нас все это появилось наконец-то. Каждый год студенты, проживающие в общежитиях, пишут коллективное желание на улучшение студенческого городка. В этом году ребята 8-го общежития обратились с пожеланием, чтобы закупили новые электроплиты. И нам закупили 17 электроплит. 10 из них установлены в 8-м общежитии, остальные 7 разделены между 5-м и 1-м общежитием. То есть, это здорово, что есть такая хорошая традиция в нашем университете. Благодаря ремонту, проведенному год назад на всех этажах 8-го общежития, готовить стало не только легко, но и приятно. В предыдущие годы ректор Юргу выполнил желание студентов студгородка и закупил новые духовые шкафы и микроволновки. Рад, что ректор исполнил наши желания. И то, что они купили нас новые плицы, это очень хорошо. Нам это надо было очень. И не только новые плицы, даже до этого сделали ремонт на всех этажах. Это очень хорошо, мы очень рады. И благодаря ректору, заведующему общежитию и директору студгородка, это исполнилось. Мы очень рады. Третье желание студентов Южноуральского государственного университета – буфет в лабораторном корпусе. Точка питания активно ведет работу. Команда Южноуральского государственного университета приняла участие во Всероссийском молодежном форуме «Машук». Команда ЮРГУ приняла участие в образовательном форуме «Машук». На протяжении 13 лет он проходил для молодежи Северо-Кавказского федерального округа, а с этого года принял Всероссийский статус. Команда нашего университета в составе 4-х человек презентовала свой проект, посвященный современному образованию «Понеслось». Это ежегодная программа для студентов 1-го и 2-го курса, благодаря которой обучающиеся смогут лучше адаптироваться в университете и реализовать свой потенциал, используя все возможности и ресурсы. Существует с 2020 года. Ежегодно мы пробуем что-то новое, пробуем разные форматы. В этом году проект себя видоизменит. И по итогам комментариев от Федерального агентства по делам молодежи внесем коррективы. И в этом году проект будет еще более насыщенным, более ярким. И сможем охватить наибольшее количество студентов для вовлечения их в, скажем так, движ нашего университета в неучебную. Форум проходил на протяжении 7 дней в городе Пятигорск. Участие в нем приняли более 2000 человек со всей России. Для участников была организована не только образовательная, но и спортивная, развлекательная программа. На форуме было несколько треков, направлений. Например, трек общения, посвященный неформальному образованию, трек просвещения, объединения. В общем, несколько. Все треки работали параллельно, не пересекались. Была образовательная программа внутри треков по профилю. И были общие, это называлось, уроки о важном, когда приходили спикеры и говорили на важные вообще для молодежи темы, на которые можно было прийти вне зависимости от того, на каком треке ты проходишь обучение. Форум «Ашук» является отличной возможностью для молодежи представить свои проекты для формирования современной модели системы обучения, просвещения и наставничества на основании лучших отечественных педагогических практик. В Юргу прошла конференция в рамках фестиваля финно-угорской культуры Пантеон. Подробности в сюжете. Мордовские божества, мифологические существа и подземные мамонты. Об этом рассказали студентам Юргу на лекции «Мифология мордовского этноса. Миросозерцание сквозь столетия» в рамках фестиваля Пантеон, проводимого Мордовским национальным центром «Ининармунь». Фестиваль посвящен популяризации мордовской культуры как части богатой культуры нашей многонациональной страны. На конференции участники смогли поближе познакомиться с культурой и традициями республики. Хотелось бы больше через мифологических героев познакомить ребят с культурным кодом этих народов. Что несут, что изначально, с древних времен, чему учила нас мифология, патриотизму, любви и уважению к своим родным и уважению к родителям. Проект проходит в рамках поддержки президентского фонда культурных инициатив. Цель мероприятия направлена на знакомство молодёжи с этносом финно-угорских народов, а также на представление культурного наследия наших предков. Ближе мне всё-таки мордовская мифология, потому что у меня дедушка Мордвин чистокровный из Саранска и сама Мордвинка какой-то частью. Поэтому мордовские мифы мне ближе, чем какие-либо. Спикером конференции выступил Игорь Зубов, заведующий отдела литературы и фольклора научно-исследовательского института гуманитарных наук Республики Мордовии. Рассказывает, повествует молодым людям, студентам прежде всего, о том, какие существуют традиционные ценности у различных народов нашей страны. Потому что именно на них, мне кажется, сейчас современное общество и держится на этих самых традиционных ценностях, основу которых составляют мифологические представления разных народов. В ходе лекции под названием «Мифология мордовского этноса» «Миросозерцание сквозь столетия» студентам ЮРГУ рассказали не только об исследователях, которые посвятили себя изучению мордовской мифологии, но и о конкретных примерах языческих божеств этого этноса и их иерархию. В ЮРГУ прошла презентация дополнительных образовательных программ и IT-направлений профессиональной переподготовки для студентов вуза. В целях реализации проекта «Цифровые кафедры» в рамках федерального проекта «Развитие кадрового потенциала IT-отрасли» Национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» в Южноуральском государственном университете прошла презентация проекта «Цифровые кафедры». «Цифровые кафедры» – это совместный проект Министерства науки и высшего образования и Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, направленные на формирование компетенций, необходимых для выполнения нового вида профессиональной деятельности и приобретения новой квалификации в области информационных технологий. «Для студентов этот проект бесплатный, что удивительно. То есть, выходя из стен университета, ведущего университета страны, ЮРГУ таким вузом является, студент получает диплом о основном образовании своем, первую квалификацию и вторую, связанную с IT-отраслью. Хотим, чтобы мы не направили студента получить вторую квалификацию, а он искренне захотел, потому что учиться интересно и сложно». Обучаться смогут студенты-бакалавриаты не менее второго курса и специалитета не менее третьего курса обучения. Также студенты магистратуры, которые не относятся к IT-профилю. «Я учусь на IT-специальности. Меня заинтересовала программа 1С, связанная с 1С, потому что это достаточно востребованная сейчас специальность. И туда в основном берут без опыта работы. Туда очень легко попасть. Ну и в принципе востребованно». Желающие могут ознакомиться с проектом и оставить заявки на сайте цифровой кафедры ЮРГУ. На сегодня это все новости. Берегите себя и будьте здоровы! Смотрите выпуски новостей в социальной сети ВКонтакте, на видеохостингах Ютуб и Ретуб, а также платформе Яндекс.Дзен. До встречи в эфире! ЮРГУ – один из ведущих национальных исследовательских университетов России. ЮРГУ – драйвер научно-технологического развития экономики региона. ЮРГУ – генератор научных знаний и новых смыслов. Выпускники университета решают глобальные задачи устойчивого развития страны и изменяют мир к лучшему. ЮРГУ – выбор нового поколения лидеров. Будем теперь работать вместе с вами на благо развития университета, ну и, конечно же, региона. ЮРГУ – одежда «Медрия» ЮРГУ – одежда ЮРГУ – отдад